Зимой в наших широтах автомобиль каждый день поджидают перепады температуры, влажность, а главное антигололёдные реагенты. Всё это не лучшим образом влияет на состояние кузова. И хотя большинство современных машин довольно неплохо защищены от коррозии уже с завода, многие считают, что дополнительные меры не помешают. Давайте сегодня поговорим о так называемом антикоре или антикоррозийной обработке. Насколько она эффективна и каким авто больше всего нужна? Начнём с того, что есть два подхода к этой процедуре. Первое – это обработка днища и колёсных арок автомобиля. Второе – это обработка скрытых полостей. Данный вид работ можно производить как отдельно, так и в комплексе. В скрытые полости кузова через заводские, технические и дренажные отверстия заливается специальный химический состав, который покрывает внутренние поверхности защитной плёнкой. Обрабатывают и другие проблемные места – пороги, лонжероны, сварные швы, электрику, завальцованные соединения дверей и крышки багажника. Минус такого способа защиты в буквальном смысле лежит на поверхности. На всех открытых участках такой антикорр довольно быстро стирается. Поэтому для более долгосрочного эффекта кузовные элементы обрабатывают ещё и твёрдыми составами на мастично-битумной основе. Как правило, их наносят на днище и колёсные арки, где они, кстати, ещё и выполняют роль дополнительной вибро- и шумоизоляции. Но перед нанесением такого состава все поверхности автомобиля нужно качественно отмыть и просушить. А если на элементах уже образовались глубокие очаги коррозии, защита не поможет, и железо продолжит ржаветь в скрытом режиме. А теперь о стоимости. Цена на антикоррозийную обработку в автосалонах стартует от 20 тысяч рублей в зависимости от класса автомобиля. Не дёшево, но, во-первых, эффект сохраняется несколько лет. А во-вторых, на вторичном рынке обработанную антикорром машину можно продать дороже. Кстати, делать эту процедуру самостоятельно я бы не рекомендовал. Нужна грамотная подготовка автомобиля с частичной разборкой. Кроме того, есть риск повредить проводку и датчики. А какой способ защиты предпочесть, каждый решает сам. Битумные составы рекомендуют для новых авто. Возрастные машины с уже проявившейся ржавчиной лучше обрабатывать химическими антикоррами. Так как в них есть вещества, которые тормозят развитие коррозии. Главное понимать, ничто не вечно. И обработку, по крайней мере, внешних элементов нужно время от времени повторять. Особенно, если вы активно используете машину круглый год. Продолжение следует...